ИТОГИ ГОДА Мы говорим сегодня. С 2020-м различия, конечно, кардинальные. Всё-таки 2021-й – это год, когда открылись границы, когда жизнь экспортеров вновь оживилась. Вообще, с каким настроением, Мария Александровна, Вы, Центр поддержки экспорта и наши экспортеры этот год прожили? Ну, конечно, настроения были разные, но в основном мы стараемся смотреть в будущее и жить настоящим с оптимизмом. Потому что унывать нельзя, нужно искать новые возможности, а мы поддерживаем друг друга. Поэтому всегда надеемся, что всё будет хорошо. А вообще, ну, права я, эти различия между этими двумя годами, 2020 и 2021, они действительно кардинальны? Ну, конечно, 2020 год, он был непривычный ни для кого. А 2021 год был намного легче. Мы смогли провести мероприятия, которые более привычны этой бизнес-миссии и выставке. В 2020 год, конечно, мы не смогли проводить эти мероприятия, были ограничены в передвижениях и было работать намного сложнее. Столкнулись с разными ситуациями, с которыми ранее никогда не сталкивались. Нам пришлось адаптироваться, работать в условиях здесь и сейчас, искать новые варианты, искать новые виды поддержки для наших предприятий. Поэтому, конечно, благодаря 2020 году мы стали более мобильными, научились работать в экстремальных ситуациях. У нас появились и новые виды поддержки, такие как выход на электронные торговые площадки. Очень многие люди стали просить учёбу. Многие предприятия поехали на обучение в бизнес-школы Сколково. Попозднее обо всём об этом поговорим подробнее. Поэтому, конечно, год от года есть различия. Есть сейчас ещё какие-то форматы работы, которые пока недоступны нашим предпринимателям? Или уже всё, как и было прежде? Нет, все услуги мы оказываем. Мы оказываем, единственное ограничение — это только некоторые страны, куда мы до сих пор не можем въехать. Либо выставки отменяются. Вот, например, сейчас были запланированы две выставки, а в Германии они отменились. Мы не можем предугадать. Причём локдаун даже в Германии не во всех регионах, а несколько регионов ввели, и они отменили выставки. А в других регионах выставки проходят. Поэтому мы ежедневно осматриваем ситуацию и принимаем решение, куда мы можем. Конечно, мы едем, принимаем участие. А как вообще вот это происходит? Допустим, вот в Германии планировалась выставка, ведь предприниматели вложились, вы им помогли финансово, и всё это отменилось. То есть как это работает? Мы стараемся, конечно, чтобы предприятия не понесли никаких потерь. Мы всегда готовим выставку заранее, за три месяца, либо за четыре месяца мы начинаем подготовку, списываемся с организаторами выставки. И учитывая, что сейчас такая ситуация, и выставки могут отмениться, мы стараемся в последний момент уже оплачивать стенды и остальные договорённости. Поэтому предприниматели не понесли никаких затрат и потерь. А вообще, как вот экспортеры под рынок сейчас подстраиваются? Поменялись ли как-то интересы в плане выбора стран? Или здесь немножко другое? Вот куда пускают, с теми и работаем? Конечно, куда пускают, туда и ездим, с теми и работаем. Но это не мешает делать онлайн-поиски новых покупателей. Поэтому поездки, конечно, туда, куда можем, но рассматриваем любые рынки, где потенциально наша продукция была бы интересна. И вообще сейчас, наверное, благодаря уходу в этот онлайн, рынки, наоборот, расширились. Конечно, теперь нет границ. Да, если покупатель у тебя, например, из Южной Африки, и это выгодное предложение и логистика укладывается в допустимые размеры, то поставка будет осуществлена. Вот если говорить о работе самого Центра поддержки экспорта, ваши объёмы помощи предпринимателям, они меняются каждый год? Каждый год меняются объёмы финансирования, которые предусмотрены национальным проектом. Но пока мы сохраняем достаточно приличные объёмы и можем поддерживать большой круг наших предпринимателей. На наш национальный проект, по которому мы работаем, и именно на нашу программу выделяют 3,5 миллиарда рублей. На всю страну? На всю страну, да. Каждым годом количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым мы оказали поддержку, разное. Но, конечно, очень хорошо, что с каждым годом эта цифра растёт. А если смотреть по тому, кто эти люди? Я знаю, что те, кто к вам приходят однажды, они становятся уже вашими постоянными клиентами, потому что понимают, что, в первую очередь, ценная информация, во-вторых, очень много разных видов услуг, которые можно получить. А много ли тех, кто приходит впервые к вам? Есть какие-то у вас подсчёты, проценты? Конечно, у нас есть предприятия, которые приходят впервые. Мы ведём аналитику предприятий, которые впервые заключили экспортные контракты и вышли на зарубежные рынки. Это порядка 5-10 предприятий ежегодно, которые впервые заключают экспортные контракты при нашей поддержке. И уже прибавляются потом в пул постоянно. Уже прибавляются в пул экспортеров, да, Кировской области. А меняются ли год от года как-то запросы бизнеса, которые к вам приходят? Безусловно, от сложившейся ситуации и складываются запросы. В прошлом году был большой пул на размещение на электронной торговой площадке. В этом году, учитывая, что мы можем посещать и выставки, и бизнес-миссии, интерес к электронным площадкам немножко приутих, но мы обратили внимание, что очень много людей хотят учиться. И именно получать знания не просто посетить какие-то семинары, а такие фундаментальные знания, чему мы поспособствовали и смогли профинансировать учёбу в Сколково. А вообще, что могут, какую поддержку предприниматели получить? Может быть, не знаю, кто-то ещё не знает, кто-то до вас до сих пор не дошёл. Да, я могу рассказать, какую поддержку оказываем. Во-первых, это участие с коллективным стендом в зарубежных выставках. При этом Центр оплачивает аренду, застройку и регистрационные взносы. Также мы оплачиваем услуги переводчиков и трансфер внутри страны. Бизнес-миссии. В различные страны мы организуем, финансируем международную сертификацию. 80% от сертификата оплачивают Центры поддержки экспорта. Патентование и регистрация товарного знака за рубежом. Большой популярностью пользуется у нас такая услуга, как экспертиза экспортного контракта, переводы, выход на электронные торговые площадки. Мы финансируем до миллиона рублей, один год размещения. И очень много у нас обучающих мероприятий. Они проходят здесь, нам приезжают специалисты, и сейчас это всё нормально. Да, да, у нас есть два вида обучающих мероприятий. Это обучение в рамках школы экспорта РЭЦ, когда мы привлекаем различных спикеров и охватываем все темы, что касается экспортной деятельности. Это таможенное регулирование, документационное оформление, коммуникации, участие в выставочной и ярмарочной деятельности. Мы приглашаем спикеров с авторскими семинарами. Это тоже вызывает большой интерес, и всегда у нас много желающих, и даже некоторые заказывают и просят, когда мы пригласим конкретного спикера, потому что в любом случае налоговое законодательство меняется, и таможенное, и нужно обладать актуальной информацией. И в этом году мы впервые провели экспортный форум. Да, о нём тоже сейчас поговорим. Сейчас немножко об услугах, допустим, получение товарного знака. Что это даёт? Для чего это нужно? Для того, чтобы продавать свою продукцию за рубежом, и никакое другое третье лицо не зарегистрировало ваш товарный знак, и вы внезапно узнали, что вы теперь не можете продавать свою продукцию. А так бывает. Так было, так бывает, да, поэтому нужно регистрировать товарный знак. И кировчане с такими проблемами сталкивались? Сталкивались, да. Некоторые не один раз. Это потому, что у нас классный товар, и кто-то хочет его копировать, да? Да, это особенно с Китаем связано, что только китайцы понимают, что действительно хороший, интересный товар, они сразу регистрируют товарный знак. О сертификации мы много говорили тоже, да? Различная сертификация, сертификация разных видов продукции, лесная сертификация, сертификат FSC, ЕН-плюс на пилеты, сертификация детской продукции, изделий из металла, любая международная сертификация, которая предусмотрена требованиями покупателя. Также мы можем профинансировать такую добровольную сертификацию, как халя, ликошер. Особенно касается продуктов питания, требования, чтобы поставлять, например, в Объединенные Арабские Эмираты. А вот есть из этих там услуг что-то, что большей популярностью пользуется, например? Всё одинаково востребовано. И ещё хотела отметить, что у нас есть такие услуги, как модернизация сайта на иностранные языки. Это тоже немаловажно. Вы участвуете в выставке и могли сразу показать свой сайт, адаптированный на язык, например, на английский, на немецкий, на какой-нибудь другой. И поиски покупателей за рубежом. Ещё не сказала, у нас есть такая хорошая услуга. То есть мне не нужно ничего делать? За меня? Мне найдут покупатели? Ну, вам нужно, да, подготовить своё коммерческое предложение, всё-таки с нами произвести анализ рынка, где мы будем делать поиск. И после этого мы заказываем поиск покупателей и помогаем вам в переговорах. Начали уже говорить о международных торговых площадках, о том, что эта услуга была популярна, особенно в прошлом году. Расскажите поподробнее, может быть, какие-то примеры наших производителей, которые благодаря этому не только там не погибли в пандемию, но наоборот смогли как-то вырасти. В этом году много ли вы предпринимателей разместили на такие площадки? В прошлом году у нас было размещено 35 предприятий, в этом году, конечно, цифра значительно меньше, потому что интерес уже немножко подостыл к ним. В основном размещаются на специализированной площадке, например, лесная промышленность размещается на площадках Фордак и Лесной ресурс. Предприятия пищевой промышленности мы размещали и на Алибабе, и на Вичат, китайская площадка. Причём площадка Вичат очень хорошо себя зарекомендовала. У нас из пяти компаний, которые были размещены, и все опять заключили экспортные контракты. И также хорошо, конечно, рекомендуют себя площадки для предприятий лесной промышленности, как я их назвала, Лесной ресурс и Фордак. А почему, думаете, интерес упал? Казалось бы, будущее за этим? На электронных площадках всё равно нужно работать. Нужно, чтобы был специалист, который владеет иностранным языком. Некоторые думают, что их разместили на электронной площадке, всё, можно не работать, и кто-то за них продаст. Нет, конечно, такого не бывает. Нужно постоянно отслеживать запросы, на них отвечать, чтобы находиться достаточно высоко в рейтинге. Работа заключается в том, что нужно проплачивать рекламный бюджет. Конечно, часть мы оплачиваем, но в любом случае нужно вкладываться, чтобы подниматься выше по рейтингу. Нужно производить и отгружать вовремя продукцию. Также всё это в зависимости от площадки. Иногда склады находятся за рубежом, иногда производитель отгружает свою продукцию сам. Поэтому нужно, конечно, контролировать сотрудников, которые занимаются электронными торговыми площадками. То есть надо понимать, что это не вайлберис какой-то, куда любой зашёл и заказал. Это же тоже работа. В основном, конечно, B2B, потому что это бизнес, работа с бизнесом. Школу Сколково начали обсуждать. Давайте, наконец-то, подробнее поговорим о ней. Уже была у нас программа. Но, правда, приходили предприниматели ещё во время обучения. В каких-то конкретных результатах сложно было говорить. Вот, может быть, вы расскажете сейчас. Ну, начнём, давайте, с того вообще, почему, на ваш взгляд, такая популярность в этом году у этого обучения. Сколько человек у нас уехало и за счёт чего получилось столько отправить? В этом году у нас 15 предприятий отучились. Мы вторые после Москвы. Больше ни один регион не смог отправить столько участников. Мне задают вопросы другие директора центров поддержки экспорта. Как вообще? Почему? Но всё-таки больший эффект – это именно когда предприниматель говорит предпринимателю. И когда другие видят, что это было очень интересно, когда предприниматели сами рассказывают, что им это даёт, чем они занимались, что это не просто обучающий проект. Потому что всё равно все предприниматели, которые едут учиться, они уже обладают какими-то такими фундаментальными знаниями, тогда бы они не были экспортерами. И здесь больше направлено на проектную работу, чем на обучающие какие-то мероприятия. То есть те, кто у нас съездили в 2019 году, они так распиарились? Они рассказали, да. Да. Дальше стали заявляться одни, стали заявляться другие. У нас даже было больше заявок, чем мы могли себе позволить. И продюсеры Сколково не всех отобрали, потому что в любом случае едут учиться только экспортоориентированные предприятия, экспортнозрелые, которые могут экспортировать свою продукцию, уже готовы к экспорту. И был такой интерес, причём он сохраняется. Мы пока не собирали заявки, но очень многие интересуются и готовы заполнять. Поэтому я думаю, что темпы будут сохранены. Интересно эта учёба тем, что это не только учёба, это ещё и коммуникации, постоянное общение. Все, кто отучился в школе Сколково, до сих пор общаются, поддерживают отношения. Предприниматели друг с другом. Предприниматели друг с другом, причём между регионами общаются, общий чат. Если появляются запросы, они выкладывают эти запросы. Если появляются какие-то вопросы, проблемы, всё это обсуждается. И партнёра можно найти, получается. И нашли партнёров, да, и находят партнёров, и помогают друг другу. Коммуникация — это наиболее сейчас важно. В наше время Сколково даёт ещё вот такой вот уникальный инструмент. А вообще вот само обучение, оно что из себя представляет? Какая-то ведь есть чёткая задача, да, которая на выходе должна быть реализована? В основном это построение экспортного проекта. На него накладывается несколько гипотез, которые во время учёбы либо подтверждаются, либо убирают эти гипотезы. Например, определяют либо канал продаж, что это будет дистрибьютор, либо будет электронная площадка, либо сами будут продавать. Через, например, блогеров различные каналы продаж рассматриваются. Рассматриваются разные направления. Понимают, что из этого лучше работает. Да, и предприниматели делают домашнее задание. У них ряд задач на межмодульный период поставлены. И выполняя эти задачи, выполняя домашнее задание, предприниматель понимает, что его гипотеза верна или надо уже другую гипотезу строить. И в итоге защищается экспортный проект по выводу конкретного продукта на определённый рынок. А вот из этих 15 человек, да, можем мы рассказать о каких-нибудь проектах? Может быть, ну что-то действительно, вот что в школе разрабатывалось, теперь уже приносит реальные деньги, запущено в жизнь? А, например, нас научили производить продукт под конкретные потребности. Так вот я разговаривала с производителями детских домиков, и они привели пример как раз на своей продукции интересной. Они решили производить самый дешёвый домик из фанеры, который не покрыт краской. И они исследовали, как можно продавать этот продукт на разных рынках. И в итоге получилось так, что на Америку этот дом позиционируется. Из-за того, что в Америке, к сожалению, большое количество разводов, когда родители разводятся, то в выходные папа забирает детей к себе. И вот они создали легенду для этого домика, что папа покупает этот домик, с сыном, понятно, он знает, чем заниматься, там футбол, хоккей, бегать, чем-то физическое. А с девочкой чем заниматься? Он покупает этот домик. Для неё он его строит, раскрашивает. И это память и девочки, что папа построил домик. И вот такая легенда для американского рынка. А для России наоборот. У нас нет такой традиции. У нас родители при разводе папа не забирают выходные. И поэтому, наоборот, здесь другая легенда, что этот домик для того, чтобы проводить время вместе, что выходные родители с детьми собираются. Например, старший брат собирает этот домик для маленькой девочки, либо папа собирает домик и все вместе раскрашивает. И вот именно Сколково учит тому, что один продукт, но для каждого рынка он должен обладать своими какими-то уникальными особенностями и иметь свою легенду. То есть это реально, вот они уже испытали, это работает там в Америке, вот эта легенда, помогаясь продавать. Ну и ещё интересные примеры. У нас ездило предприятие «Диномашина», которое производит динозавров, которые двигаются, там рычат. Но во время учёбы они поняли, что они могут развивать ещё другое перспективное направление и вот собираются как раз им заняться. Поэтому… Производить что-то совсем не динозавры. Ну, смотрите, ведь вы сами ездили, поэтому вы так включены, да, и знаете, как это всё происходит. Ну, во-первых, может быть, личными впечатлениями, эмоциями поделитесь, а во-вторых, ваша цель, она какая главная была? У меня было две задачи. Первая задача, конечно, мы видим на местах, как мы оказываем услуги, мы за них отвечаем, мы сопровождаем бизнес-миссию, мы вывозим на выставку. А учёба для нас это было совсем непонятное мероприятие, потому что предприятия уезжают на неделю и что-то там делают. А что они там делают? И мы вот спрашиваем, они говорят, что вот так супер, а что именно супер они не могут выразить? Выразить не могут, а вы не можете из этого другим вынести. Да, да. И вот поэтому, конечно, я решила ехать. Сначала я ехала, у меня был проект, это именно наши услуги, но в дальнейшем я поняла, что все защищают проекты по выводу продукции на экспорт. Тогда я рискнула и взяла себе в проект вывод народно-художественных промыслов на экспорт, а именно вятскую матрёшку. Вот с этим проектом я четыре месяца и жила, и его защищала. А теперь пытаетесь всё это уже в жизнь реализовать, получается, да, работая с нашими предприятиями? Да, да. Теперь мы можем транслировать, что как лучше, чтобы предприятие процветало. А вообще вот ваши личные эмоции после возвращения? Ну я понимаю, что это действительно полезно, это очень интересно. Это не только обучающее мероприятие, это и внеурочное общение, потому что мы заехали в кампус, и пять дней мы фактически не выходили из кампуса, потому что у нас днём учёба, а вечером мы делаем домашнее задание. Причём мы это делаем все вместе, происходит рефлексия и обсуждение дел друг друга, и кто чем живёт, кто чем занимается, реализация совместных проектов, либо мы делаем домашнее задание, которое на группу даётся. Поэтому это беспрерывное общение и днём, и вечером, и это даёт тоже свои плоды. Многие предприятия во время учёбы даже реализовали совместные проекты. Это развитие их новых направлений. Ну и, конечно, каждый ещё при этом защищал свой экспортный проект. Перейдём давайте теперь к выставкам и бизнес-миссиям. Мы начали ездить активно уже с марта месяца. Мы ездили в Казахстан, потом мы в мае уже ездили и в Азербайджан, и в Беларусь. И, в принципе, мы вот пока всё в штатном режиме. Конечно, некоторые выставки отменяются. У нас была запланирована выставка в Южной Африке, индивидуальный стенд. Но учитывая, что вот сейчас такая ситуация непростая, конечно, наше предприятие... Ну и штамм там... Да, да, и не поехало наше предприятие туда. И плюс бизнес-миссии ещё. И бизнес-миссии, да. Я знаю, что вы ездили в Дубай. Да, в Единственные Арабские Эмираты, в Турцию, в Беларусь. Всё как прежде. Ну не всё как прежде, конечно. Вот сейчас мы готовим выставку в Италию, и пока не понимаем, как мы получим визы, на какой срок. Деловые, неделовые. Больше проблем, чтобы организовать мероприятие. С ПЦР-тестами мы сталкиваемся с проблемами. Например, мы за день узнаём до вылета, что не 72 часа уже, а 48 часов. И часть из нас укладывается, в эти временные рамки часть укладывается. Теперь ещё некоторые изменили страны на 24 часа. То есть мы можем сдавать только, получается, в аэропорту перед вылетом тесты. И ещё, по-моему, мы с вами как-то обсуждали за эфиром, что сейчас стало сложнее вылетать. То есть если раньше можно было сесть на какой-то прямой самолёт и улететь, то теперь вот ещё с этим проблемой. Не всегда есть прямые рейсы. Теперь, к сожалению, очень дорогие билеты. При этом вот это такие форматы работы, да, от которых всё равно предприниматели, несмотря на все эти сложности, отказываться не хотят. Потому что это эффективные инструменты для поиска новых покупателей. А если вот об итогах говорить, вот столько вы перечислили выставок, и каждая из них, она дала результат. Безусловно, да. То есть наши предприниматели, там, не знаю, все или не все, кто туда ездил? Нет, не все, потому что иногда бывает, что небольшие заблуждения, что продукция не проходит по цене, оказывается. Что либо логистика дорогая, либо дополнительная сертификация какая-то требуется, и дальше будет продукция выводиться на экспорт. Поэтому немножко отложенный эффект для некоторых предприятий. Некоторые едут с разведкой посмотреть, будет или нет интереса. Но мы стараемся, чтобы предприятие было подготовлено, заранее посчитали логистику. Если это европейские выставки, чтобы была международная сертификация европейская. Если это лесная промышленная, чтобы также был сертификат ФСИ, без которого невозможно продавать продукцию лесной отрасли в Европе. Поэтому в любом случае мы стараемся, чтобы все были подготовлены и хотя бы представляли, как эта доставка будет осуществляться, какими партиями, какие объемы они готовы производить, как они готовы адаптировать свой товар, если это потребуется. Мы с каждым прорабатываем, готовимся к мероприятию всегда. А там на месте вы тоже помогаете, даете переводчиков? Обязательно, да, и бизнес-миссия сопровождают переводчики, и на выставках тоже переводчики. Еще об одном значимом событии поговорим, тоже программу мы с вами делали, но это было в преддверии, была пресс-конференция, где подробно рассказывали о том, что будет. А вот о том, что было, может быть, расскажете об итогах каких-то. Я сейчас о бэкспортном форуме, который прошел в Кировской области впервые в этом году. Откуда идея? Почему решили именно у нас провести это мероприятие? Осталось бы, могли бы быть наши предприниматели, там, сесть на пояс и уехать в другой регион, да, но... А они ездят, нет, некоторые ездят, да, потому что бывают различные форумы, форумы по отраслям. И нам очень хотелось провести экспортный форум, и, наконец, мы собрались, мы смогли себе это позволить, мы пригласили замечательных спикеров и организовали его, и сделали. А почему хотелось, чтобы это у нас прошло? Ну, в любом случае, это интересно, это неформальное общение экспортеров, это новое знание. Не все могут уехать учиться в Сколково, мы приглашали преподавателей оттуда, мы приглашали лучших спикеров, которые к нам приезжают. Поэтому это было большое, приятное, масштабное мероприятие. Оправдались в итоге ожидания ваши, то есть вот вы планировали там какое-то число участников, оно было таким или оно было даже большим? Причём мы столкнулись с такой сложностью, что ввели ограничения и ввели QR-коды. Прямо где-то накануне. Да, да, это было для нас небольшое потрясение, но мы даже справились с этим, мы предусмотрели онлайн-формат, онлайн-подключение, у нас шла прямая трансляция, мы рассылали всем запись технически, к этому мы хорошо подготовились. Прошло всё намного даже лучше, чем мы ожидали, а мы получили много отзывов. А отзывы, касающиеся членов? Да, благодарили, благодарили, что было очень интересно, что таких спикеров пригласили, благодарили, что провели такое мероприятие. Ведь оно было интересно не только экспортеров и могли принимать участие не только субъекты малого и среднего предпринимательства, тут и крупные предприятия могли принимать участие. У нас практически нет мероприятий, где могут принимать участие предприятия крупные, а тут могут все. И опять же, да, возможность общения какого-то между собой, да, что, я так понимаю, предприниматели в первую очередь. Да, у нас мы получили такие замечательные отзывы об одном из спикеров, который делился своим опытом. Это предприниматель из Кировской области. Он рассказывал о своем опыте выхода на экспорт, о регистрации юридического лица за рубежом, выход на Америку. Он рассказывал именно, как он выходил, с какими трудностями сталкивался. И как их преодолеть. Да, это наиболее интересно всегда. Экспортеру слушать другого экспортера, не теорию, а именно практику, с чем он столкнулся, что можно избежать, как лучше действовать в тех или иных ситуациях. Собираетесь ли вы еще такой форум проводить? Обязательно, форум будет ежегодный. Есть ли какое-то уже понимание, как в 2022 году вы будете работать? Какие-то, может быть, в приоритете будут направления? Какие-то мероприятия планируются? Как раз в настоящее время мы планируем наше мероприятие на 2022 год. Собираем с наших предприятий пожелания, какие выставки они хотят посетить, какие страны хотят посетить. И, исходя из пожеланий предприятий, мы формируем план. Но обязательно в начале следующего года будет наш конкурс «Экспортер года». Мы всех приглашаем принять участие, подать заявку. А если стесняетесь и пока в этом году не подаете заявку, то просто приходите на наше торжественное мероприятие. Планируем, что будет проведено в марте. Сделаем рассылку, будет реклама, будет информация на нашем сайте, в Инстаграме, ВКонтакте, везде будет информация. А прием заявок на участие мы планируем провести в январе. Несколько номинаций различных. Несколько номинаций, да. Экспортер, например, в легкой промышленности, в лесной промышленности, прорыв года, трейдер года, различные номинации, в которые каждое предприятие может себя попробовать и получить от нас памятные призы. Больше интересантов каждый год. Каждый год больше. Некоторые звонят, уже спрашивают, когда будут принимать документы, что хотят поучаствовать у нас в экспортере года. Вот смотри, число тех, кто к вам за услугами обращается, каждый год растет, да, растет число тех, кто готов заявить себя в качестве экспортера года. Вообще вот и по вашим ощущениям, и по статистике, насколько быстро экспортное направление в Кировской области развивается? Конечно, у нас больше стало мероприятий. Мероприятий стало больше не только в количественном, но и в качественном выражении это разные стали мероприятия. Больше стало услуг, и больше предприятий стали за ними обращаться. И, соответственно, выходить на внешний рынок. Ну, конечно, да. Больше заключенных контрактов. Ну, в целом, вообще, если смотреть по цифрам, вот в 2016 году 710 миллионов долларов, в 2017-м 809 миллионов, в 2018-м почти 900 миллионов. То есть каждый год вот эти показатели, там, объемов, да, экспорта в Кировской области, они растут. В этом году есть ли какая-то цифра уже известна, сколько это будет?